Я приглашаю вас выбрать комфортное для вас время. Оптимальный вариант, когда вы будете наедине с собой. Я буду здесь задавать вам открытые вопросы и приглашу вас поразмышлять над вашими ответами на них. Знаете, важный момент заключается в том, что на предложенные далее вопросы на них и ответить-то невозможно. На них можно только отвечать. И вы этим вопросом время посвятившие, и вы это не сделавшие, это два разных человека, вступающих разными «я» в разное завтра. То есть тот вы, кто будет иметь за плечами, например, час вашего драгоценного времени, которое вы посвятили этому самоисследованию, и тот вы, который за плечами этого опыта не имеет, это, с одной стороны, человек с одним и тем же именем и даже паспортными данными. Но с точки зрения внутреннего состояния это два разных человека, правда? Поэтому много открытий здесь вас ждет. И здесь важны не столько даже ответы, к которым вы будете плавно приходить. Здесь важен сам процесс, который вы и запускаете в поиске, в нахождении этих ответов. Знаете, для многих главным является результат, а как же путь? Здесь результат и путь будут иметь значение. Те вопросы, о которых далее будет идти речь, вы можете их прорабатывать как самостоятельно, так и с клиентом. Если вы психолог, например, коуч, то вы можете использовать открытые вопросы, которые я предлагаю здесь, и вообще их комбинацию, их последовательность, как самостоятельный инструмент, модель для работы с клиентским запросом. Но, кроме того, вы можете и самостоятельно работать над этой структурой вопросов. И здесь я вам сейчас расскажу, как будет построена работа. Вы можете ставить урок на паузу и писать письменно ответы на вопросы, которые буду я вам задавать. То есть я буду задавать эти вопросы во втором лице, обращаясь к вам. И вы можете, иногда я буду делать паузы, но, как правило, не настолько просторные, чтобы вы успели эти паузы заполнить вашим ответом. Это важно. Вы можете ставить на паузу этот урок сами в удобный для вас момент, чтобы поразмышлять над тем или иным вопросом и над ответом к нему. Также вы можете отвечать на эти вопросы мысленно. Вы можете работать над ними в любом удобном для вас формате. Обратите внимание, фокусы внимания в вопросах будут повторяться. Например, я буду спрашивать у вас о том, а насколько созвучны ваши действия вашим ценностям. Это важный момент. Ценности в жизни человека – это ориентиры для принятия им его решений. И насколько важным является то, как человек проявляется своими действиями и поступками, соответствует ли это его ценностям. И вот этот фокус в открытых вопросах далее, он будет звучать не в одном вопросе, имейте это в виду. И каждый раз, обращаясь к уже увиденному, вы будете видеть это гораздо глубже. Не требуйте от себя необходимости знать ответы на эти вопросы сразу. Ценным является уже само касание к этим вопросам и ответам. Просто посмотрите на них, это уже будет полезно. И маленькое предостережение. Если по уходу этой работы вас посетит печаль или что угодно с этим связанное, будьте спокойны. Я приглашаю вас рассматривать печаль как продолжение любви. Как правило, вопросы, связанные с ценностями и со смыслом, они идут рука об руку с некой печалью этого человека в холодном космосе, который летит из ниоткуда в никогда. Рассматривайте это как продолжение любви, как это желание и возможность человека зажечь костер, согревшись у которого он расположился. Я приглашаю вас исследовать любовь, так как ценности и смысл в жизни человеческой – это любви в том числе. Метафора тут такова. Чем жаловаться на темноту, лучше зажечь свечу. И вот свечу зажигать здесь я вас приглашаю, освещая любую темноту. Такое трепетное начало этого урока, правда? Ну как иначе, когда тема соответствующая. Итак, это вводное слово я для себя подготовил, я его проговорил. Кроме того, вы видите его на экране в текстовом формате. Будут звучать открытые вопросы, между ними буду я ставить паузу некоторую создавать. Вы можете самостоятельно ставить паузу, необходимую для вас. Ответы на эти вопросы вы можете формулировать как письменно, так и устно. И к завершению вашего изучения, и к завершению этой сессии моей с тобой, с вами, вы уже будете немного другим. Что-то лучше понимающим, может быть, вы будете. Эти идеи могут смело приходить к вам, размышления будут вас навещать, и вы говорите им «Здравствуйте, добро пожаловать!» О чем интересно, в этот раз вы мне расскажете. И мы начинаем. Я приглашаю вас описать вашу жизнь, как если вы смотрите на нее со стороны. Глазами наблюдателя, в свою очередь. Какой ты видишь свою жизнь сейчас? Что для вас важным в вашей жизни является? Из каких компонентов она состоит? Как проходит твой день? Посмотри на себя словно со стороны. Как ты выглядишь в жизни своей? Как ты звучишь? Что ты хочешь по-настоящему? Чего ты хочешь в жизни достичь? Какие интересные ответы на вопросы выше вы для себя сформулировали? Обратите ваше внимание и почувствуйте даже, а какие ценности руководят вами в вашей жизни? Я приглашаю вас об этом задуматься. Какие ценности для вас важны? Как правило, ценности могут быть названы одним словом. Я приглашаю вас сформулировать здесь их перечень. Обратить на них внимание. Как ценности, которые для вас важны, способствуют принятию вами ваших осознанных решений? Какие решения вы принимаете в течение ваших дней? Что для вас важным является в вашей жизни? Я приглашаю снова обратиться к вашим ценностям и поразмышлять о приоритетах в вашей жизни. Так как ваши ценности, приоритеты, то, что для вас важным является, это в свою очередь в совокупности есть некоторая основа для нахождения этого смысла в вашей жизни, который зачастую является движущей силой. И знаете, вопросы, связанные со смыслом, это не вопросы, которые человек адресует внешнему миру. Нет. Словно вся жизнь вокруг вас сама обращается к вам с этим вопросом, приглашая вас на него плавно отвечать. Какие аспекты в вашей жизни вы считаете самыми значимыми? Приглашаю вас я снова обратить внимание на ваши приоритеты, на ваши оценки значимости, а также еще лучше начинать понимать то, что является для вас по-настоящему важным. Как бы вы на эти вопросы ответили? Что бы вы сделали и чем бы вы занимались, если бы вы знали точно на все 100%, что вы точно в этом преуспеете? Как правило, мысль человека о том, что у него не получится, запрещают ему даже попробовать? А что если вы представите, что что бы вы ни попробовали, у вас это получится, то в каком направлении вы начали бы двигаться тогда? Какие обстоятельства в жизни вашей наиболее сильно на вас влияют сейчас? Я приглашаю вас обратить на них внимание, просто на них посмотреть, назвать их перечислив. Какие события, факторы, внешние обстоятельства наиболее сильно влияют и вообще в целом влияют на ваше эмоциональное состояние, на ваши мысли, действия? Назовите их. Как правило, сам факт их перечисления уже понижает интенсивность их воздействия. Все, с чем вы можете пребывать лицом к лицу, спокойно это называя, уже не имеет над вами власти. На какие из этих обстоятельств вы можете повлиять сами? И как? И какие шаги в этом направлении вы готовы предпринять? Что означает для вас быть счастливым? Что значит для вас счастье? И какие факторы влияют на ваше состояние счастья? Если вы письменно отвечаете на эти вопросы, то продолжите. Для меня быть счастливым — это... Быть счастливым — значит для меня. Счастье состоит для меня из следующих компонентов. Продолжите эти предложения. Каковы же ваши ожидания и представления об этом состоянии счастья? Из каких факторов оно состоит? И что необходимо учесть, чтобы это состояние в жизни вашей практиковать? Есть ли какие-то убеждения в вас, которые, может быть, препятствуют проживанию вами полной жизни? И если есть, то какие? Как они звучат? О чем они вам говорят? Как вы можете преобразовать эти убеждения? Сначала к ним прислушавшись и обратив внимание на то, может быть, от чего-то они вас хотят уберечь и на что-то приглашают обратить внимание? На что тогда? Когда речь идет о ценностях в жизни человека, о поиске и нахождении смысла в жизни своей как движущей, вдохновляющей силы, то это знание не может быть получено извне. Оно кристаллизуется изнутри, во многом благодаря тому процессу, в котором ты сейчас задействован, отвечая на те открытые вопросы, которые и здесь звучат. Какие ценности в жизни твоей наиболее для тебя важны? Как ты понимаешь, что они есть в твоей жизни? Что ты видишь, что подтверждает эти ценности в твоей жизни? Что ты слышишь и чувствуешь? Что ты делаешь для того, чтобы их укреплять? Какие жизненные цели перед собой ты ставишь? И насколько эти цели созвучны с твоими ценностями? Насколько эти цели и ценности являются взаимоукрепляющими? Как вы относитесь к понятию судьбы или некого предопределения? О чем для вас размышления в этом направлении? Есть ли какие-то для вас аргументы за и против, которые вы можете привести? И что значит для вас создавать вашу собственную судьбу и ваше собственное некоторое предопределение? Когда вы являетесь одновременно и художником, и полотном в вашей жизни. С одной стороны, вы и рисунок, который рисует художник, но с другой стороны, вы художник, этот рисунок рисующий. О чем это для вас? Когда с одной стороны, вы проживаете вашу судьбу, но и с другой стороны, вы и тот, кто ее формирует. Какое у вас отношение к изменениям, к вашему росту? И как в целом вы принимаете изменения в вашей жизни, которые зачастую и неизбежны вовсе? Я приглашаю вас здесь обратить внимание на ваши отношения к изменениям. Зачастую убежденность человека в том, что изменения – это нечто плохое, чего не должно быть в жизни. Это и есть то, что препятствует его дыханию. А что значит для вас смотреть на изменения спокойно, даже приглашая их в свою жизнь, разрешая изменениям быть? Что значит для вас быть готовым к вашим изменениям, к вашему развитию? И что значит для вас это слово «изменение»? И что значит для вас слово «развитие»? Что значит для вас быть свободным? Как вы понимаете свободу в вашей жизни как явление? Вашу свободу говорить «да», свободу вашу говорить «нет». о чем это для вас? Может ли человек быть свободным в определенных условиях? А что если вы и тот, кто может задавать эти условия с одной стороны, и какие тогда для жизни вашей вы готовы их сформулировать? И вы тот, кто может быть свободным. Что для вас значат эти смыслы? быть свободным в занятии любимым делом, быть свободным в заботе о своих близких, быть свободным в вашем, может быть, карьерном росте и продвижении. Что это значит для вас? И какой у вас уже есть жизненный опыт за вашими плечами, который может быть для вас полезным? Как вы определяете смысл в вашей жизни? Каким вы его видите? Ваша жизнь, на ваш взгляд, сейчас является ответом на какие вопросы? Что для вас является источником вашего вдохновения и вашей мотивации? Какое у вас вообще в целом отношение к такому явлению, как иметь в жизни смысл? Укреплять его и продолжать своими действиями? О чем это для вас? Я приглашаю вас сформулировать ваши источники вдохновения, источники мотивации, источники радости. Что они из себя для вас представляют? Что значит для вас идея здравого смысла? Какие аргументы за и против этого концепта вы можете предвожить? Считаете ли вы здравый смысл важным компонентом цельной личности? Как такое явление, как здравый смысл, вы можете в вашей жизни укреплять и развивать? Соответствуют ли ваши решения и поступки этому концепту здравый смысл? Как вы в целом относитесь к идеям смысла и цели? Считаете ли вы, что у человека обязательно должна быть какая-то определенная цель в жизни или нет? Разрешаете ли вы себе как иметь эту цель, так ее и не иметь, разрешив себе быть разным? Как если бы она у вас была, то какой она могла быть? что может быть для вас ответом на вопрос, что вдохновляет вас просыпаться утром? Как вы оцениваете ваши отношения с окружающими людьми? Я приглашаю вас обратить на это внимание, на отношения с другими людьми и обратите внимание на то, когда вы прислушиваетесь и выглядываетесь в структуру ваших взаимоотношений с другими, рождается ли у вас искреннее желание что-то изменить в этом, что-то убрать или что-то привнести? если если да, то что? Насколько по десятибальной шкале вы удовлетворены этим измерением вашей жизни как ваши взаимоотношения с другими? Как вы можете поднять этот показатель на один, а на два? и что значит для вас ваши взаимоотношения с другими на десять из десяти? Какой тогда в этом направлении шаг в ближайшее время выбираете вы предпринять? Что по-вашему является основой для счастья в жизни человека? Насколько ваши ценности и убеждения созвучны с идеей о счастье? Когда вы размышляете о счастье вашей жизни, рождается ли у вас желание что-то пересмотреть? Чему-то начинать уделять внимание меньше, а чему-то начинать уделять внимание больше? Чему? какое у вас отношение к неопределенности, к некой неизвестности? Приглашаю вас прислушаться и обратить внимание на ваше отношение к неопределенности и неизвестности. Насколько спокойно вы можете смотреть на эту неопределенность? Ведь ваше спокойное пребывание с неопределенностью лицом к лицу создает условия вашей гибкости, когда вы их не избегаете, а прислушиваетесь к изменениям, когда вы как вода. Какой вы? Что значит для вас развивать гибкость мышления? Развивать способность адаптироваться к новым обстоятельствам и ситуациям, в которых вы можете оказаться. Да, с одной стороны, вы как тот, кто эти обстоятельства и ситуации способен конструировать, и с другой стороны, вы тот, который может адаптироваться к ним при необходимости, и с другой стороны, вы можете их создавать. Точно так же, как с одной стороны, вы художник, рисующий картины вашей жизни, и вы есть эти картины. Какое бы определение вы вашей жизни дали? Какое бы определение вы дали бы жизни в целом? Обратите внимание на ваше определение. Отражает ли оно ваше отношение к жизни в целом? Есть ли у вас желание здесь дать жизни другое определение? Для одного человека, жизнь для которого это коробка с конфетами, и никогда не знаешь, какое чудо ждет тебя в этой каждой, жизнь представляет из себя одно. Но если для другого жизнь это велотекущий драматический фильм ужасов, то жизнь будет представлять из себя для него другое. Какую метафору жизни вы готовы придумать? Позвольте себе роскошь и в этом направлении поразмышлять и сформулировать. Когда с одной стороны вы тот, кто жизнь проживает, а с другой стороны вы тот, кто дает жизни имя? Как в целом вы определяете вашу личность? Что значит для вас ваша личность? Какое имя ей вы готовы дать? Какими как вы думаете обладаете вы сильными сторонами? Какие у вас есть точки роста, работ над которыми вам важны? Кто ты? Как вы определяете ваше место, пространство и время в жизни? Приглашаю вас обратить внимание и на эту составляющую. Какое вы видите свое место в мире? Как вам важно относиться к близким людям? Какое отношение от близких людей к вам для вас важным является? Что касательно ваших коллег, друзей, знакомых, общества в целом? переменах словно глазами наблюдателя посмотрите на себя со стороны. Какое вы сами отводите себе место в этом мире? как вы относитесь к переменам в жизни? Я приглашаю вас здесь поразмышлять о переменах. С одной стороны о вашей способности перемены в жизни вашей создавать, с другой о вашей способности адаптироваться к этим переменам, каким-то запретить которые его может быть не в силах, каким-то которые вы создаете сами, что это за перемены и какой вы в них? Какие идеи в целом в жизни вашей для вас важны? Какие ценности для вас важны? И как эти ценности соотносятся с вашими действиями и вашими выборами? Человек целостный в данном случае это тот мысли, убеждения и ценности которого созвучны с его словами, действиями и событиями. Когда мир внутренний его созвучен и сонаправлен с проявлениями внешнего мира. Когда то, что человек думает, то, что для него является важным, то и отражается в его речах и в его поведении и в его событии. Насколько эти явления созвучны друг с другом у вас? что вы считаете миссией вашей жизни? Как вы ее реализуете уже? Какую ценность вклада вы вносите в мир, который вас окружает, являясь его частью? какое влияние это оказывает на ваши взаимоотношения с собой, с окружающими вас людьми и с миром в целом? Какими уникальными талантами и способностями вы обладаете? И они точно у вас есть. Я приглашаю вас назвать их, обратив на них внимание. Как вы представляете свою жизнь, как если представите хотя бы на мгновение, что все ограничения и препятствия устранены, их нет словно? Какой вы видите вашу жизнь, как если у вас в руках есть волшебная палочка словно, и вы можете взымах им ее желание загадав его сразу воплотить, то что вы будете делать тогда? А дальше? А дальше? А еще дальше? А потом? Есть ли какие-то у вас ценности и желания, которые могут быть пока подавлены ограничениями и страхами? если вы эти ограничения и страхи хотя бы на мгновение представите, что их нет и вовсе, то о чем тогда скажут вам ваши эти желания и потребности ваши? Как важно хотя бы представить, правда? Каким образом вы определяете ваши цели вы жизни и как они соотносятся с вашими ценностями и убеждениями? Насколько они созвучны между собой? Я приглашаю вас обращать на это внимание те цели, которые перед собой вы ставите, насколько они созвучны с вашими ценностями? когда то, какими ценностями, убеждениями, мыслями вы обладаете, это созвучно с тем, как вы проявляетесь в ваших словах, поступках и событиях. Если есть некоторые страхи, которые вы нащупываете, то как вы можете их переосмыслить, чтобы воспринимать их ресурсом, источником, научением. Точно так же, как в начале этого урока я пригласил вас рассматривать печаль как продолжение любви. А что если и страхи здесь как продолжение любви, то как тогда вы можете их объять вашим сердцем любовью, их преобразуя? И во что вы выбираете их преобразовать? что ценные и полезные тогда в них вы замечаете, когда вы на них смотрите именно так? Что если даже страхи могут представлять из себя возможности вашего роста? какой и как вы можете найти баланс между вашими личными ценностями и ожиданиями окружающих людей от вас? Насколько они созвучны могут быть между собой тоже? И как это созвучие им выбираете вы создавать? если оглядываясь назад вы вспоминаете некоторые ошибки и неудачи имевшие место в вашей жизни то как вы можете принять их сказать им спокойно добро пожаловать я тебя вижу чтобы их приняв двигаться дальше и даже расти на них когда вы знаете что ошибки неудачи в жизни индивида они неизбежны ключевым является то как выбирает он их воспринимать как вы выбираете их воспринимать какие уроки из них выбираете вы извлекать каким ты видишь смысл в твоей жизни я приглашаю тебя задуматься в этом направлении если что-то что для тебя является по-настоящему важным когда речь идет о смысле жизни это не какая-то точка назначения это путь и направление о чем этот путь и направление для тебя когда ты размышляешь в этом направлении ты неизбежно начинаешь глубже понимать себя свои цели задачи насколько они созвучны с тобой насколько они созвучны с ценностями твоими насколько это для тебя навсегда размышления о смысле идут рядом с размышлениями о собственной смертностью человек не живет вечно и когда об этом размышляешь ты то как это поддерживает тебя в твоих размышлениях о смысле твоей жизни какой вклад выбираешь ты вносить в жизнь людей которые тебя окружают в общество в целом когда сам процесс внесения этого вклада для тебя в радость то каков он тогда что было бы для вас идеальным днем в вашей жизни каким бы он был тот день который привносит радость для вас тот день который вы проживаете в созвучии с вашими мыслями ценностями убеждениями с вашими словами речами событиями и поступками что это за день как он проходит как проходит ваше утро день вечер ночь кто вас окружает что вас окружает тогда чем вы занимаетесь в течение этого дня как вы это делаете какими способностями навыками вы там обладаете во что вы там верите какой вы там какой вы видите вашу эволюцию эволюция здесь как метафора развития человек не может не эволюционировать каждым вдохом и выдохом он меняется вопрос лишь в том куда куда выбираете меняться вы и как приглашаю вас рассматривать даже ваши возможные прошлые и достижения ошибки как предпосылку вашей эволюции и обратить внимание на ваши будущие цели и планы какие они когда вы сами одновременно и автор вашей жизни и вы одновременно и текст который вы как автор пишете интересно сколько времени это исследование продолжалось для вас когда вы ставили этот урок на паузу может быть после каждого открытого вопроса размышляя о нем и письменно или устно каким вы стали на эти открытые вопросы ответив на что теперь выбираете вы обращать внимание меньше а на что выбираете вы теперь обращать внимание больше я приглашаю вас к завершению этой работы которой всегда вы можете вернуться и обратите внимание что пригласив себя допустим через неделю на эти вопросы снова ответить у вас ответы могут становиться другими потому что вы теперь другой что было для вас самым полезным в этом исследовании интересно что будет для вас шагом который вы можете предпринять уже в ближайшее время благодаря тем открытиям которые совершили вы в том числе на эти открытые вопросы ответив я вас благодарю за внимание и помните какая задача перед вами не стояло бы она стоит перед вами потому что у вас уже есть все необходимое чтобы ее решить и чтобы задачу которая перед вами стоит решить вам достаточно делать лучшее на что вы способны из того что есть на расстоянии вытянутой руки там где вы находитесь прямо сейчас касательно сказанного выше про задачи и что делать для их решения действительно ли это так или это не так и это не важно так это или не так ключевым является не то так это на самом деле или нет ключевым является то как вы выбираете на это смотреть какое у вас отношение к этому если выбираете вы означиваете жизнь как прекрасное путешествие осмысленное в котором имеет важное значение и результат и сам путь то вы неизбежно будете находить этому подтверждение чему выбираете вы находить подтверждение теперь когда вы размышляете о том какой вы видите вашу жизнь сейчас обозревая ее словно со стороны в то же время обращая внимание на то что выбираете вы в нее привнести обращаете внимание на то а какие ценности руководят вашей жизнью чтобы замечать что как тумблер выбираете вы преуменьшить а что преувеличить вы ревизию их совершаете вы обладаете уникальной способностью создавать способности вы об этом знаете когда вы регулярно прислушиваетесь к тому а что же в жизни ваше для вас является важным какие аспекты в ней вы считаете наиболее значимыми разве тогда может ветер сбить вас с пути когда вы скала когда вы таким образом рисуете карту с которой сверяетесь пока плывете на вашем корабле и даже если он окажется в штормах настанет спокойный день вы сверитесь с картой с космом компасом и космосом и продолжите ваше путешествие чем бы вы занимались если бы вы знали точно что вы в этом преуспеете и убежденность в том что человек в этом преуспеет чем бы он не занимался создает условие что он в этом точно преуспеет и даже если не преуспеет это будет для него крайне полезным и важным опытом внутренний настрой крайне важен какие обстоятельства оказывают влияние на вас в вашей жизни как правило важно их осознавать замечать называть и учитывать их что значит для вас быть счастливым и из каких факторов это состояние счастья состоит какие убеждения может быть у вас есть которые мешают вам глубоко дышать обратите на них внимание прислушайтесь к них с ними не надо бороться с силой к ним достаточно прислушаться о чем ценном ты собираешься мне сказать говорить и вы обратившись к нему к этому убеждению и плавно расслабившись оно говорит вот это хорошо я это рассмотрю и перестает мешать вам дайте возможность быть ему услышанным тоже какие ценности вашей жизни наиболее для вас важны как вы относитесь к понятию судьбы а что если вы и тот кто проживает судьбу и вы тот кто ее формирует зачастую человек являясь добровольным заложником концепта судьбы и предопределения сам добровольно уничтожает свои шансы на успех но это не про вас вы тот кто эту некую судьбу проживает и вы тот кто ее пишет правда и это так когда ты этому сам скажешь это так какое у вас отношение к вашему изменению вашему росту представьте если бы семечко брошенное в почву было бы статично если бы оно запрещало бы себе меняться и расти вот оно пускает корни вот оно пробивает полотно почвы вот оно тянется к солнцу вот оно цветет вот оно дает плоды вот эти изменения метаморфоза неизбежны что значит вам разрешить этим метаморфозом быть что значит для вас быть свободным свободным в вашем намерении говорить да свободным в вашем намерении говорить нет о чем это для вас как вы определяете смысл вашей жизни как если она ответы на вопросы то на какие что значит для вас здравый смысл щепотка которого может быть полезна на вашем пути но как вы сами означиваете этот здравый смысл как вы относитесь к вопросам смысла и цели в жизни когда вы разрешаете им быть и им не быть когда вы свободны по отношению к ним какими вы видите ваши взаимоотношения с окружающими людьми когда вы рассматриваете их производите в свою очередь ревизию то если у вас желание что-то убрать что-то добавить чего-то делать меньше а чего-то делать больше когда вы управляете вашим вниманием что на ваш взгляд является основой счастья какие предпосылки крайне важны на которые вы теперь выбираете обращать внимание как вы относитесь к неопределенности и неизвестности к некоторому хаосу спокойно в который смотреть это важный компонент роста каждого с одной стороны делать зависящее от вас но с другой стороны знать что далеко не все на что вы способны повлиять на какие-то вопросы имеющие отношение к вашей жизни вы ответить можете и даже хотите а на какие-то вопросы вы ответить даже если хотите не можете и это нормально вы вольны не брать на себя ответственность за всю вселенную кто кто-то кто-то для этого ты сын человеческий или дочь его есть что-то на что повлиять ты можешь есть что-то на что повлиять не можешь и вот это нечто на что повлиять ты не можешь это некая неопределенность и неизвестность как ты можешь и на нее спокойно смотреть какое определение жизни ты бы дал а теперь а теперь а сейчас Как ты сам определяешь свою личность? Какие ты сам видишь в себе сильные и слабые стороны? Какое место в жизни ты определяешь себе сам? Когда с одной стороны ты тот, кто это место занимает, но с другой ты тот, кто это место выбирает. Как ты относишься к переменам в жизни? Что значит для тебя спокойно на них смотреть? Разрешить им быть? Они в любом случае неизбежны. Что ж теперь дрожать-то? Насколько твои ценности созвучны с твоими действиями? Что значит для тебя созвучие между действиями и ценностями? Какой ты видишь миссию в своей жизни? И какой вклад ты вносишь и в жизнь свою, и в жизнь людей, которые тебя окружают? Зачастую участие в жизни других – это тоже сильнейшая мотивация и источник вдохновения. А чем это для тебя? Если бы все ограничения, мыслимые и немыслимые, были бы устранены, то какой бы тогда ты разрешил бы себе видеть и проживать свою жизнь? Каким образом ты определяешь свои цели и насколько они соотносятся с твоими ценностями и убеждениями? Что значит для тебя переосмыслить страхи, найти в них что-то полезное и вдохновляющее, и ими даже управлять? Как ты можешь найти баланс между твоими желаниями и ожиданиями извне, и сделать их созвучными между собой, даже их? Что значит для тебя принять твои ошибки, неудачи и двигаться дальше, и даже расти на них? Каким теперь видишь ты смысл в твоей жизни? Как бы ты его сформулировал? Что значит для тебя знать, что ты не бесконечен? Когда-то ты пришел, когда-то уйдешь, так сказать. Когда ты оставляешь свой след и вклад в этой ткани событий и времени. И когда сам этот вклад тоже в радость. О чем это для тебя? Каким ты видишь свой желаемый и даже идеальный день? Как бы ты хотел проживать жизнь? Когда ты знаешь, что факт настоящего предопределен видением будущего. Каким будущее свое ты видишь. Я приглашаю тебя сформулировать этот желаемый день, как проходит его утро, день и вечер. И сам процесс его формулирования будет уже влиять на те микрорешения, которые ты принимаешь прямо сейчас. Какой ты видишь свою личную эволюцию, твое развитие? И что интересно было для тебя самым полезным в этом исследовании? И какой, исходя из этого шага, в ближайшее время выбираешь ты делать? Какой ты теперь на эти вопросы ответивший? Каким ты становишься к ним, возвращаясь? И что значит для тебя на какой-то один из них отвечать? Один разовый день. И куда идет твое время? Какие ценности множишь ты? И насколько твои действия созвучны с твоими ценностями? Об этом в том числе здесь речь шла. С вами Альберт Сафин. До скорых встреч, мои дорогие. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok